Валютный рынок буквально замер на месте. Даже фунт, который вчера продемонстрировал довольно заметное снижение, попросту не двигается с места. И лишь отчасти это обусловлено отсутствием каких-либо данных или новостей, способных повлиять на валютный рынок. Во многом это заслуга вчерашней американской макроэкономической статистики. Данные оказались смешанными и поставили инвесторов в тупик. С одной стороны, есть признаки ухудшения ситуации на рынке труда, но темпы восстановления экономики оказались несколько большими, нежели предполагалось. Так что сегодняшний день, видимо, будет потрачен на переоценку ситуации, а значит застой продлится до конца торговой недели. Валютная пара EURUSD незначительно откатилась в период вчерашнего дня от сопротивления на 1,1785. При этом коррекционный ход по-прежнему актуален на рынке. Ценовые изменения незначительные и фактически котировка стоит в максимуме коррекции. Это может сигнализировать о накоплении торговых сил. Завершение коррекционного хода все еще рассматривается трейдерами, но на этот процесс необходимо время. Рост объема коротких позиций возможен в момент удержания цены ниже чем 1,1740. И это, в свою очередь, приведет к поэтапному ослаблению евро по направлению к отметке 1,1700 и 1,1660. Фунт стерлингов, в отличие от евро, сумел перейти к процессу восстановления относительно коррекции, снижаясь примерно на 80 пунктов. Смена торговых интересов подтверждается, но объема коротких позиций еще недостаточно для полного восстановления нисходящего хода. Последующий рост объема позиций на продажу фунта ожидается в момент удержания цены ниже значения 1,3770. Это может открыть путь по направлению 1,3620.